друзья всем привет добро пожаловать корт жаркент сегодня мы здесь постараюсь показать вам много жаркента вот конечно как-то странно написано или может быть буква ж отломилась но да ладно вот так вот все это выглядит на въезде он там знак то что начало города уже начинается и так далее вот на въезде также есть большая заправочка вот а это наш экипаж извиняюсь оказывается здесь ниже отвалился просто написано я так понял на английском языке жаркент панфила фаудана сразу же на везде висит плакат рухань жанру справа какая-то стелла видите дорога на въезде в город очень хорошая видно что ее положили недавно а вот культура вождения местных водителей ну хромает из честно вот проезжаем реку исек вот так вот выглядит все на въезде такая арочка тоже написано жаркент на английском жаркент колоссе справа написано или может это на казахском новом что-то я не могу понять здесь панфилов аудана а вот и первое дтп сразу же при въезде в город сразу даже скорая приехала как это его туда унесло ты навстречку прям центральные дороги отремонтированы так как давно я уже приезжал сюда они были не яхте есть честно а сейчас смотрите все прекрасно едем тишина о здесь у них на билбордах висит другая женщина стоим на светофоре на улице кунаева я не знаю это центр жаркент или не центр но выглядит как будто такое движниковое место вижу весь это четырехэтажное здание даже есть кажется вот слева тоже вижу ну то есть есть много квартирные здания помимо того что есть просто жерлер есть честно на сегодня у нас главная цель это найти где делают вкусный лагман не знаю почему но у меня жаркенда ассоциирует с флагманом вот чуваки еще и мне надо не загорелся зеленые они уже хотят поехать тоже видать тротуары делают знаки прям видно пешеходные новые так съездили до конца улицы можно сказать почти развернулись едем в обратную сторону ищем центр города кстати говоря помимо того что мы тут ищем где покушать бы хотим попасть местную жаркентскую мечеть вот было бы здорово если нас туда пустят конечно какая-то мечеть но это кажется не та которая нам нужна ну тоже симпатичная прям красиво сделали вот этот чувак вообще не парился обогнал меня с правой стороны при повороте направо причем google картах увидели местечко такое называется взрослый парк вот где-то здесь он справа сейчас начинается прям интересно стало едем туда посмотреть что за парк такой вот это место конкретно как вот чуть левее этого места отмечено как взрослый парк вот ну тут такая вот стелла сейчас поближе подойдем почитаем что написано тут получается какой-то вот сквер парк вот тут такая парковка перед сквером большая ну видно что такое тусовочное место здесь даже по ходу по ночам дрифтуют прям на вот этом даже не на асфальте вот ну видно что грязно не убирались ну и люди с собой не убирают вот а тут такое вот место у ребят даже разрисовали смотрите глаза разрисованы да там даже педикюр есть маникюр сидела вот пакета летают по парку где-то там ремонт идет парке народу ну вон там народ есть немножко гуляют а так здесь вот написано лодала батарлар на на ангелик так замдеда вот такое местечко ну красиво смотрится конечно здесь бы помыть бы и брать будущее идеально ты шестьсот сорок третий год арбулак шакаса такая вот стелла честно вся парковка свободная но почему-то этот чувака решил стать именно с рядом с нашей машины иногда такие люди пугают внутренним все тут свободно он стал именно там вот парке походу идет срубка крупных деревьев там сидела короче уборочка также идет кайта реконструкция вот нашли такой памятник были батару положить swan симпатичный парк но конечно состояние удручает там в конце написано какое-то здание мирас есть не знаю может это ресторан или кафе слева есть какая-то игровая площадка что ли он там вот ну этот тоже идет ремонт вот так это выглядит здесь там идет вырубка деревьев гугли на картах называется взрослый парк а так это по факту бюлек батарат на вас а я бога вот тут идет ремонтной работы все дела даже не знаю можно ли это считать центром города ну где находится акимат прокуратура но здесь такая большая площадь за может допасть города вот так вот кумбами закрыт перекрыли его чтобы не проезжали этот никто не мог проехать вот людей мало на улице плюс 28 градусов вот такая вот площадь перед акиматом вот и тут справа какой-то парк сейчас сходим в этот парк самый шикарный слоган закажи колен и играй платно зашли в парк я так думаю это парк победы так как вижу стеллу сейчас посмотрим там должен наверное быть вечный огонь я был прав ну вечный огонь не горит как и во многих местах тоже такой симпатичный парк но он там где-то видны фонтан но не кажется не работают смотри что тут есть парке перед акиматом вот такое вот сооружение есть типа мини амфитеатр какой-то вот она здесь с этой стороны кимат уже акимат суд прокуратура это инура деловая ничего себе прямо перед этим атом а теперь хотелось бы посмотреть вот на эту мечеть вот она мечеть здесь а вот это самое место то есть это центральный вход но он походу закрыт сейчас узнаем чё к чему прям реально какие-то проблемы с уборка города потому что мусор реально везде даже перед мечетью прям короче ужасно влит такая вот интересная мечеть получается это кажется основное здание находится чуть дальше вот так выглядит сбоку люди называют это место как китайская мечеть вот зашли внутрь непонятно просто работает не работает запускает или нет ведь и решили посмотреть еще чудо как вот тут написано вот маски на относится делом надеюсь что работает вроде как здорово попасть внутрь зашли внутрь дерзкий дальше можно подели маски положено так вот выглядит внутри вообще все по-другому так знаете отличается нас как от жаркента вот это мы с той стороны оставили машину вот так с другой стороны выглядит сверху вот так вот как нам сказали местные это короче мечеть называется китайская потому что архитектор китаец и он сделал как бы своем стиле но все это как бы ну исламская маркать это это по нему главный даже этот зал или чё наверно еще таких мечети никто не видел по крайне мере я чё-то не помню подобного тут видит тут сетка видать защищают деревья но дерево смол от птиц наверное ну и от всяких других животных очень красиво конечно ну как круто это дерево разукрасили или или она сама такое не вроде кажется разукрасили так вот выглядит это красота да мы боялись что как бы данное место быть закрытым но нам повезло вот на территории данного объекта суды мощное дерево растет о смотрите как круто получается широкоугольник красота красота так заходим внутрь ничего себе вот это вот вау эффект ребята как тут мощно красиво смотрите ребята какая здесь красота вообще я думаю стоит того чтобы приехать жаркент вроде такого да аскарик это же согласен потихо сейчас сына подожди вот чтобы побольше людей поместил взлетесь второй этаж а это туда лестница вот и таких лестница 2 в двух сторон площадь видите вот такая там балкончик вот вторая лестница на входе нам сказали что данное сооружение сделаны без одного гвоздя ну смотрите-ка вообще ручная работа вообще шикарная просто красиво конечно очень очень даже прям что такое уникальная честно вот смотрите здесь какие детали вообще прям как трон да аскарик тебе нравится здесь да да здесь так прохладно красота и никого нету вообще просто так красиво прям все сделали подниматься на второй этаж нельзя но высота лестница конечно нормально такая колонна сделана из тиньшанской ели привезли из нарнкола а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Довольно-таки большой музей, кстати говоря. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!